Мы продолжаем смотреть и обсуждать прямую линию президента Путина, которая сегодня длилась почти 4 часа, что не рекорд. Мы обсуждаем ее сегодня вместе с Екатериной Катрикадзе. А это Анна Мангайт, и у нас гости. Это Олег Буклемешев, директор Центра исследования экономической политики МГУ, и Дмитрий Орешкин, политолог. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Наконец-то мы можем себе позволить такое, знаешь, непосредственное общение не только по скайпу с гостями. Вы посмотрели оба эти почти 4 часа прямой линии с Владимиром Путиным. Ну давай, наверное, с политической составляющей начнем. Вот к Дмитрию Орешкину. Что было самым важным сегодня во время за 4 часа общения Путина с народом? Ну, с моей точки зрения, политически ничего важного. А существенно, это то, что Путин в очередной раз выступает главным по обвинчиванию лампочек во всех подъездах. Вот 250-я школа, там протекла крыша. Вот в Пскове плохого качества питьевая вода, а где-то на юге России плохого качества мытьевая вода. Вот газ не подвели. Вот кого-то уволили. Это, на мой взгляд, люди это воспринимают как норму. То есть надо дозвониться до Владимира Владимировича, и тогда вопрос будет решен. Но, на мой взгляд, это диагноз, потому что не работает система. Но, в конце концов, крышу в 250-й школе должен учинить кто-то другой. Но Путин устойчиво, и он уже 20 лет это держит, он показывает вот этому глубинному народу, не в обиду будет сказано, компетентность. Да, мы узнаем, как зовут вашу директоршу, в каком это. Обязательно разберемся. Создает такое ощущение погруженности, вовлеченности, увлеченности. Он даже ведущим говорит, подождите, подождите, сейчас я должен договорить. Да, да, вот я... Он с людьми напрямую, да? Да, и снизу уже сразу начальники сигнализируют, что этот посажен, крыша починена и так далее. Если школа 250-я, то, значит, есть еще 249 таких же. И оттуда, видимо, не позвонили. Это, мне кажется, знак какой-то глубокой неправильности территориальной организации политического и хозяйственного менеджмента в нашей стране. Ну, а про политику там это... Разговор-то ведь очень простой. Проведите нам газ и уничтожьте, наконец, Америку. Ну, вот примерно в таком уровне. Так, а вы думаете, это на самом деле эти вопросы кто-то задает? У меня полное ощущение, что это какая-то подстава. Что на самом деле людям вот эта Америка не интересна абсолютно. Нет, я думаю, что есть люди, которым она интересна. Я думаю, что есть люди, которые от души хотели бы, чтобы ее не существовало. Потому что она же виновата в том, что в подъезде лампочка не горит. Да, да, да. Мы же в окружении врагов. И надо с ними справляться. Но прежде всего... Ну, элемент подставы, конечно, есть. Ну, еще, пожалуй, стоило бы обратить внимание, что ведь это пропагандировали, как самое технологически продвинутое будет. Да, это правда. Дмитрий Сергеевич Песков несколько раз повторил. Красивые девушки говорят, что видос там атака какая-то, связь не работает. А почему, если мы не можем газифицировать дома, наладить дороги? И починить кровлю в школу. И сканализация должна получаться с интернетом и с прямой лигией. Никакой связи здесь нет. А вы бы спросили, Владимир Владимирович, у меня ответа для вас нет. Отлично. А я коллегу Абухлемишеву перейду, если позволите. А что вы услышали с точки зрения экономических перспектив России из этого четырехчасового общения Путина с гражданами? Ну, с точки зрения экономической политики мало что прозвучало, я бы сказал так, перспективного. Вот то, о чем говорил коллега, на самом деле мне вспомнился такой образ. У нас вот есть Центральный банк, он кредитор последней инстанции. А Путин выполняет функции прокурора последней инстанции, строителя крыш последней инстанции. Вот это последняя инстанция во всех решениях, во всех действиях, которые предпринимает российская власть. И это вот, по большей части, эти решения небольшие, они не выходят за рамки муниципального мандата, где-то регионального мандата. И тот факт, что вот было заявлено, что у всех регионов появятся кураторы в правительстве, это вообще еще смешивает у нас федеральную... А зачем это я вообще не поняла, честно говоря? Ну как, есть особый регион Дальнего Востока, есть министерство. А есть полпреды? А есть полпреды, а тут еще правительство появится, которое будет... То есть, да, отдельный, интересно, отдельный какой-то человек будет? То есть, отдельные единицы или распределят как-то обязанность? Нет, нет, я думаю, что всем поручат этим заниматься. Это какие-то удивительные вещи, что наличие контроля за периметром, за составляющими этого организма, вот признается как бы доминирующим мотивом всего происходящего. Вот если само что-то происходит, из этого само ничего хорошего не выйдет. А у вас не осталось впечатление, что на правительство во многом была, ну, переложена, скажем так, ответственность за некоторые проблемы, например, связанные с вакцинацией, с коронавирусом? Ну, на кого еще? Да, там на правительство возлагается ответственность за ошибки в экономической политике, а, и, между прочим, за повышение цен. Мне кажется, главный экономический блок был именно про цены. Нет, повышение цен – это не правительство. Правительство иногда принимает не свое временное решение, а все остальное было сказано, ну, Обама виноват. Хорошо, а что касается цен? А что касается цен? Мако, растительная масса. Нет, он же все объяснил, что цен. Что основной фактор мировой, что на самом деле правда. Давайте вот честно посмотрим правду в глаза, мировой фактор тут важен. Но внутренний контекст, он тоже не дает нам уснуть, да, это и продолжающие действовать антисанкции, это и монополизация государствования российской экономики, это, в конце концов, ослабление рубля, которое продолжается и не дает доходам населения воспрять... А фиксация цен, про которые вы все время говорите? А фиксация цен – это вообще отдельная песня, о которой, наверное, нужно говорить долго и скорее в негативном ключе, потому что никогда фиксация цен не приносит тех результатов, которые на нее возлагаются. Но он уверенно про нее говорит, как о панцеи. Да, это вот опять же возврат к такому, знаете, советской идеологии госплана, что вот есть номенклатура большая о продукции, есть вот мы, которые лучше всего представляем себе, как эта продукция должна распределяться по огромному числу заводов, потребителей и так далее. И раз у нас есть мощные компьютеры, у нас есть невероятно продуктивные средства связи, хотя сегодня они не очень хорошо срабатывали, и у нас есть мудрые руководители, значит, мы можем все это организовать без всякого рынка, без всякой рыночной экономики, и это все будет хорошо. Вот эта вот вера в такое божественное предназначение вот этого верхнего контроля, она больше всего и поражает. Если позвольте, я бы добавил, потому что то, о чем было сказано, оно упирается в общем, я бы даже сказал, в некоторую общую систему ценностей вот с тем самым глубинным народом. Ну, люди с образованием, мне кажется, как-то у меня не было ощущения, что самостоятельно мыслящие граждане активно участвуют в этом шоу и задают вопросы. Потому что они, мне кажется, понимают, что вряд ли не получат тот ответ, который их интересует. А насчет крыши спрашивать, ну, как-то не очень интересно. Ну, это же решение проблемы, конечно. А мне кажется, что эти полтора миллиона вопросов, это вообще абсолютный фактор отчаяния. Это значит, такое количество людей находится в отчаянии, и мне будут стучаться. Я хотел сказать вот о чем. Ведь, понимаете, люди думают, что вся проблема в том, что нет порядка. Вот надо навести порядок. Например, зафиксировать цены. И тогда все будет хорошо. Значит, потому что умные люди будут определять фиксированные цены, это будет справедливо. Правда, после этого продукты исчезнут, как знают. С этим будут бороться другие люди. И в этом смысле путинская картинка мира, она, мне кажется, совпадает с большей частью тех, кто ему задает вопросы. Вот он говорит, или вот советское мышление, это то же самое. Если видишь проблему, создай бюрократическую структуру для ее решения. Главк, агентство, что-нибудь такое. Вот, агентство по замораживанию цен, агентство по курированию регионов. И тогда все наладится. Значит, хотя на самом деле в Кремлевской администрации у каждого региона есть свой куратор. Там сидит, следит, что происходит. Не хватает. Значит, нужно еще какого-то куратора над кураторами. И все это будет надстраиваться, и люди будут ждать, что когда же наступит порядок. Хотя на самом деле ситуация, мне кажется, решается прямо противоположная. Надо больше полномочий давать вниз и, соответственно, больше ответственности местным властям, чтобы они отвечали не перед Москвой, а перед своими избирателями. И тогда и крыши Путину не надо будет чинить. Но мы этого не можем признать, как вот и путинская вертикаль власти не может это признать, потому что тогда вроде бы и вертикаль не очень нужна. А если говорить о реальной политике, Дмитрий, все-таки. Вот Алексей Навальный был упомянут один раз звонившим человеком, гражданином Российской Федерации, который его назвал германским пациентом. И вопрос звучал в том контексте, что, мол, зачем вы встречались с Байденом, если он понаобещал всякого хорошего, а в результате все только плохое. И если он не может, мол, Байден сам выполнять взятые на себя обязательства перед Россией. Больше Навальный не упоминался. Ну, значит, про Навального чуть позже, а сейчас важнее, мне кажется, другое. Откуда человек взял, что Байден чего-то наобещал? Ему по телевизору рассказали. Байден не обещал ничего. Сигналы были позитивные и полученные. Сигналы позитивные и были полученные. Все представители российской власти. Высоке исполнения еще не выступили. Скажите, через полгода мы посмотрим на ваше поведение. Был такой позитивный сигнал. А пока продолжайте играть в свои песочницы и решать свои проблемы. Вот из этого наше телевидение сделало огромную удачу, что Путин заставил с собой увидеться. Байден прогнулся и что-то им пообещал. Это чисто информационный фейк. Позитивный фон, да, был создан. Увиделись, посмотрели. Байден объяснил. Будешь делать так, получишь вот это. Будешь делать так, получишь вот то. У нас это было представлено как большая победа путинской дипломатии. А теперь говорят, вот как же так, вот он не выполнял. А что Байден обещал? Простите, это то же самое, как сказка про то, что кто-то обещал не расширять НАТО. Вот люди уверены, что НАТО обещало, а потом, значит, стало кинулось расширяться. У них в голове почему-то не укладывается, что в НАТО, как подорванные, рвутся все соседи нашего вертикального государства по вполне понятным причинам. Что Грузия, что Украина, что страны Балтии. Потому что они слышат замечательное выражение типа «наши Миги будут в Риге». Ну, слушайте, у них уже есть Абхазия, Южная Осетия, Донбасс и прочее, поэтому они, конечно... У кого у них? У Грузии и Украины, которые стремятся... Они как подорванные стремятся в этот агрессивный блок НАТО, что нам представляет как происки Запада. На самом деле, речь идет о том, что Россия под руководством Владимира Владимировича Путина проигрывает то, что называется межстрановую конкуренцию. И человека спрашивают, почему бананы стоят дешевле морковки, а он отвечает, что глобальные цены на продовольство растут. Что правда. Но почему на бананы они не растут, и почему нам бананы легче привезти, чем наладить производство моркови? Или картошка почему, та же самая египетская? Что у нас это? И здесь ответа нет. Здесь ответ про Обаму, в общем-то. Что да, мировая тенденция такая. Нет, тут от вопроса еще очень многое зависит, да, вот кому придет в голову задавать такой вопрос руководителю государства. Почему цены на одно, выше цен на другое. Это вот сам феномен такого вопроса. Не ведите порядок. Да, да, да. А меня знаете, что поразило? Что самая сейчас важная тема, это все, что происходит с экономикой, с политикой, со страной, с человеком, с здравоохранением в связи с коронавирусом. Есть одна глобальная ситуация, которая должна волновать каждого, потому что это влияет на жизнь, на всех уровнях жизни. И про это Путин говорит очень равнодушно, мельком, вначале, стараясь скорее проскочить эту тему, которая ему вообще очевидным образом неинтересна. Мне кажется, ему нужно было донести, да. Ну, у него была такая задача. Но он вообще про это не вспоминает. Его это не волнует. Хотя это вообще, ну, просто... Нет, его это волнует, ему это неприятно. Мне показалось другое, да. Ну, ему как будто нечего сказать. Он все, что он говорит, он говорит немножко из-под палки, формально. Хотя его вообще миссия в этой ситуации, как я себе представляю, заставить людей серьезно к этому относиться. Тогда он мог бы надеть маску хотя бы. Как и все они там. Даже волонтеры спускают маску на подбородок, когда начинают разговаривать с собеседниками. Он хоть когда-нибудь мог надеть маску. И, например, вакцинироваться вовремя. Что, простите, Дмитрий? Мне кажется, это примерно так же невозможно, как ожидать от него, что он назовет Навального по фамилии. Надеть маску – это значит потерять кураж. Мне кажется, так вот. Кураж? Кураж. Крутизну. Вот такое вот. Что же это такое? Настоящих мужиков, когда они с небес берут. Почему наш советский, российский гражданин в метро ездит без маски? На проходе он ее одевает, чтобы менты не остановили. А в метро он ее гордо спускает, потому что самая главная часть тела – это подбородок или борода, чтобы ее защитить. А все эти самые вирусы в гробу мы их видали. Вообще кто они такие? А если мы маску носим, значит, мы вроде как прогнулись под западные требования. Касательно коронавируса. Я записал фразу. Эпидемию мы прошли… Нет. Мы прошли самый острый участок гораздо мягче, чем многие другие страны. Во-первых, самого острого участка мы не прошли. Пункт первый. Во-вторых, не гораздо мягче. И в-третьих, какие-то многие страны. Если мы имеем в виду Соединенные Штаты, да, там 600 человек погибли, 100 тысяч умерли. Но ведь там считается погибшим или умершим от эпидемии человеку, у которого был зафиксирован диагноз. Он мог умереть от рака, от сердечного приступа, от почек. Бог знает от чего. У нас бы он не считался умершим от коронавируса. У нас бы он считался умершим от почечной недостаточности. А у них, раз установлено, значит, считается. Поэтому, на самом деле, у нас огромное количество сверхнормативных смертей. И только 133 установлено, 130 тысячи гибели от ковида. На самом деле, можно смело умножать вдвое. Это будет там 250, а может быть 300 тысяч человек погибли в связи с ковидом. Учитывая разницу в населении двукратную, не гораздо и не лучше, чем Соединенные Штаты. А еще, продолжая тему ковида и ковидных ограничений, на вопрос, будет ли общий российский локдаун, он ответил, а это другой вопрос. И то есть он не может быть уверенным. Сложилось впечатление, что будет. Да, абсолютно. У нас с Аней, у обеих впечатление, что это скорее такое предупреждение. Будьте готовы. Возможно, будет. С этим, Олег, он же ничего не сказал про экономические меры. Мы были уверены с Катей, что он кому-то раздаст каких-нибудь денег. То есть будет бизнес, предприятие. Это я тоже обратил внимание, что ничего по поводу будущего в экономической политике сказано не было. В основном оправдывались меры, которые делались раньше. Будь то ипотека, некие социальные меры поддержки, борьба с безработицей и так далее. Вот это все было признано правильным и практически безальтернативным. Что касается того, о чем вы говорите, что будет ли общероссийский локдаун, я напомню, что происходило чуть больше года назад, когда все ждали действительно каких-то решений от Кремля, от централизованного, мощного нашего государства. А государство неожиданно спустило это решение вниз. И сказала губернаторам, у вас достаточно полномочий. Губернаторы схватились за голову, поскольку они слышали это в первый раз за долгое время. И им сказали, у вас достаточно полномочий для того, чтобы самим принять решение по поводу того, какой режим у вас тут будет действовать. И вот тут как раз и оказалось, что есть региональные власти, есть местные власти. Эти местные власти начинают предпринимать какие-то усилия. Вот бы эту модель схватить, вот бы эту модель начать дальше развивать, но мы опять возвращаемся вот к идеологии тотального контроля. Вот в федеральном уровне, ну подумаем, посмотрим, увидим. Скорее всего, конечно, никаких неприятных решений на федеральном уровне приниматься не будет. Так почему он деньги-то не дает бизнесу? Ну ясно, что это уже вот-вот произойдет. Сейчас начинаются проблемы серьезные. Он не будет, вы считаете, каким-то образом помогать? Как они помогали все-таки в прошлый раз. Ну хоть что-то же они делали какие-то поблажки. Я думаю, что опять же существует презумпция, что все, что делалось, делалось правильно и делалось в достаточном объеме. И больше этого не нужно сейчас повторять? Если будет нужно, придут ко мне министры, придет ко мне премьер-министр, и мы примем решение повторить, продлить. Вот как начались уже какие-то разговоры о продлении ранее остановленных мер. То есть тут опять же отсутствует какая-то проблема. Вот все, что делали, делали правильно, и дальше будем действовать, к примеру, в том же ключе. И потери, которые для экономики могут стать действительно необратимыми в связи с новыми ковидными ограничениями, вот они на сегодня, скорее всего, осматривают гипотетический сценарий, ответственность за которую должна быть переложена куда-то в другое место. Да, то есть получается, что ничего большего, чем проблемы с газификацией дачи или крыша потекла, не происходит. Глобальных проблем экономических нету. Мы большая кладовая. У меня большая кладовая, да. И народ российский, главная ценность. У меня просто возникли некоторые, скажем, реминистенции, ассоциации с тем, что Олег говорил. Вот в том большая проблема, и я думаю, что экзистенциальная проблема нашей страны, это то, как мы представляем себе власть, то, как мы представляем себя, и то, как мы представляем себе страну. Так вот, в теоретическом плане сильная власть, ответственный, решительный начальник, это очень хорошо. Как только начинается реальная проблема, ну, тот же ковид, так сразу люди-то живут где? Люди живут на территориях. Так сразу, пожалуйста, вот вам даны полномочия, вы решаете. Полномочия даны, а денег нет у этих самых губернаторов. Но за все неприятное, значит, там отвечаете внизу. А центр, он как бы в теоретическом плане собирает на себя все позитивное, так же, как Путин вроде бы решает проблемы с этими починкой крыш. А все негативное, оно куда-то заметается под ковер, ну, или в частности отдается правительству. И эта логика, она прослеживается и в вашем вопросе о финансировании. Державная казна должна быть в центре, в надежных и крепких руках Владимира Владимировича Путина. Из этой казны что, вот этим бизнесменам, что ли, раздавать? Разворуют ведь. Отчасти таки разворуют, это правильно. Это что, губернаторам, что ли, раздавать, чтобы они этот кислород покупали, медицинские сооружения строили? Тоже нет. Казна государственная должна быть в Москве, чтобы в нужный момент дать отпор международной агрессии или еще чего-то. Поэтому не даст Путин денег на поддержку вот этого самого мелкого бизнеса. Вы там сами выкручиваете. И меня больше всего удивляет то, что людям эта модель нравится. Именно поэтому они у него ищут защиты, у него все ресурсы. Наш-то губернатор, понятно, что он там такой секой, на местные начальники все ворюги и так далее. А вот он... Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru Слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.